В общем, друзья, пипец, сейчас вам кое-что покажу, вы не поверите. У меня уже запарились спрашивать, что случилось с машиной. Вот, смотрите, я ее починил, и причем сразу, с первого раза. И чисто починил методом тыка. Вот эту деталь поменял, поставил оригинальную хондовскую. Она стоила копейки, ну, я не помню, 20, по-моему, 5 долларов на ebay, вот. Сделано в Японии, можете код проверить. Здесь идет, здесь не только хрен, я даже не смотрел. Что-то на японском, какая-то гарантия, короче. И все, там шла сама эта коробка, ну, вот эта черная штука. Не знаю, как она называется, распределитель, или хера я знаю. И там была вот эта штука. Но все было немного другое, потому что здесь, видите, уже стояла какая-то левая. Я не знаю, оригинальная или нет. Но ее явно снимали до этого. Я не знаю, оригинальная она или нет, но ее снимали, потому что болты были. Короче, я болты потерял, они упали туда вниз. И вот эта штука. Короче, я вот это все поменял, меня больше всего смешал вот этот, видите, штырек. Вот. Ну, короче, не знаю, поменял и сразу заработало. Так, блин, прикиньте, что невозможно поверить. Машина простояла 3 года, получается. И я не менял ни бензин, ничего. А, ну я же свечи еще поменял. Но я не думаю, что это дело в свечах. Скорее всего, в этой штуке было дело. Короче, все, завелось. Вот она работает уже час, наверное. Я ее хочу немного, ну, чтобы она поработала в колостом режиме. И не могу найти насос. Надо накачать колеса. Потому что, видите, за годы они спустились. Подкачать колеса. Ну, задние вроде нормальные. Ну, короче, все, обыскал, пропал насос. Может, соседка приходила, просила. И я ей дал и забыл. Вот, не помню. Здесь тоже вроде более-менее. А то одно колесо сильно спустились. Короче, насос у меня лежал в машине. Ну, блин, он пропал. То есть, я помню, насос лежал здесь. Здесь осталась вот эта херня. Джамп стартер на 300 ампер. 600 пиковый. Вот, тут были свечи, которые я поменял, положил старую. Это балка, которую надо поменять. И, короче, я не знаю, где насос, я все убрал. Или кто-то попросил. Еще заходили, короче, чуваки. Они тут сломались и стали. Машину докатили, просили насос. Я еще тогда искал, но не так подробно. Но я еще после того, как они ушли, искал. Короче, сейчас вам покажу плесень. Вы охренеете. Посмотрите вот это все. Короче, самое интересное. Год назад Катерина с дуру помыла всю машину. Я ее не просил. И просто нечем было заниматься. И там была такая же плесень. Она ее все помыла, все помыла. Я говорю, нафига ты это делаешь? Зимой опять заплеснеет. Посмотрите, какая ржавчина, плесень. Короче, пипец. Ручки, посмотрите, все как заплеснеет. Но это, короче, мелочевка. Я скручу сиденье. Вытащу их отсюда, чтобы можно было нормально подлезть. И вот эта плесень, она все смоется. Надо просто правильное средство подобрать. Вот здесь было до хренища плесень. Ну, она еще осталась. Ну, это вот еще, Катерин. Потолок весь в плесени. Короче, ну и салон весь воняет. Видите, сиденье немного в плесени. Но это все можно почистить. Как я говорю, вытащить коврики, вытащить сиденье. Все намазать, короче, шампунем. Подождать, пока оно там произойдет реакция. Потом просто все это промыть. Она еще грибы сюда натащила. На хрена, непонятно. Еще на них вон зеленый плесень возводится. Пипец какой-то. Смотрите, сколько херни. Ну, блин, три года, сами понимают. Это все не за день скопилось. Ну, самое главное, охренеть, что, блин, все завелось. И теперь она уже готова к поездкам. Или к продаже. Смазать все, короче. Взять в ЭДА-40. Блин, может здесь где-то этот насос, я его выложил. И забыл, не, не вижу нифига. Так. Ладно, сейчас. Пусть еще постоит часок. Потом попробую ее выкатить. Сейчас еще попробую поискать насос. В общем, друзья, насос я так и не нашел. Короче, полчаса она еще проработала. Сейчас буду пробовать ездить на ней. Ну, тут чуть-чуть, потому что, вы видите, она небезопасна для того, чтобы на дороге ехать. Плюс у меня уже страховка на нее закончилась. Да и регистрация, наверное, тоже. Надо это все найти в онлайне. Проверить. Вот. Где вообще с нее документы, я даже не помню. Так. Тут всякие у меня провода еще висят. Вот, это надо будет прикрутить. Ремень безопасности. Охренеть. Короче, то зеркало, что-то клина поймало. Может, мотор накрылся. А может, оно просто застряло. Так. А. Охренеть. У зеркалов, кстати, электронное управление тоже, видите? Обалдеть просто. Вот это технологии. 90-го года. Все автоматика. Зеркала. Стекла. Так. Вроде настроено все нормально. Снимаем с ручника. Блин. А где тут задняя, я уж не помню. А. Едет. Здесь как-то сцепление позднее. А. Блин, может, соседка брала у меня этот насос? Я не помню. Мне кажется, она что-то как-то... У меня спрашивала про насос. Отдавал ли я его или нет? Вот японское качество. Видите? Это вам, блин, не BMW. Говно всякое. Ломающееся. Ох. На бревну что ли наехал? Обалдеть. Красота, друзья. Блин, на этой машине, видите? Ее невозможно уничтожить. Видите? Ремнии сами расстегиваются, застегиваются. Руль сразу замкнулся. Все. Аревидерчи. Давайте попробуем завестись. Так. Все. С полоборота стартует. Машина три года просто. Нахрена я вообще вот эту новую покупал? Я жил бы на этой и проблем бы не знал. Машина неубиваемая. Она просто охренительная. Мне ее, блин, даже жалко продавать. Не знаю. Может быть и не стоит. Вот книжку я купил по ней. Но я ее, правда, так особо и не считал. Короче. Подстаканник установил. Нашел как раз подсвет. Здесь всякие штучки, дрючки. А, пульт. От музыки. От GVC. Заднее сидение вообще рай. Машина охренительная. Комфортабельная. Поддержка поясницы регулируется здесь. Не то, что в той. Ремни сами застегиваются. Офигеть. Ну и она не особо-то. Ну да, она мелковатая, конечно. Но старые машины все такие. Ты даже ничего не поделаешь. Кондишка здесь ледяная. Печь топит еще как. Кондишка, по-моему, даже лучше, чем в той здесь работает. Вот такие вот в девяностом году были технологии у японцев. Блин, здесь что-то... А, ну здесь все повело от сырости. И что-то люк. А, нет, нормально все. Сейчас попробовать его открыть. А я уже не помню, чем он открывается. О, блин, там грязи куча. Не будем открывать. Сейчас это все в машине не сыпется. Видите? Главное, все работает. И закрывается. А вот здесь, да, чуть повело. Видите, он должен туда заезжать. А его выгнуло что-то. Короче, это можно все исправить. Фигня. Так. Единственное, вот зеркало перестало... Вернее, стекло перестало... Ладно, буду отключаться, потому что надо заниматься чисткой машины. Подготовка ее к продаже. Найти от нее документы, запчасти. Вот. В общем, не буду вас больше грузить. Давайте посмотрим, как она снаружи выглядит. Давай, допускай меня, красавица. Так, здесь. Ну, все надо как бы посмазывать. Вот. Охренеть. Вот эта машина, посмотрите. Бомба. Ее ничего не берет, ни плесень, ничего. Короче, на ней нету никаких серьезных дефектов, кроме того, что на нее пристройка тогда упала. Ну, и то это штанг, что ей будет. Ну, упала пристройка и упала. Царапины только, да и все. На ней и так как бы полно царапин, и все по барабану. Я на ней когда-то въехал в новый Civic Hybrid, я вам рассказываю. Вот. Осталась вот такая вот мини-царапина. Вообще, вот мини-царапина, и больше ничего нет. Потому что здесь бампер, там все, сплошная сталь внутри. Сталь, а это снаружи резина и пластик. А у Civic полностью весь бампер, хлам разлетелся. Вот. То есть, она вообще как танк. Спорт. Блин, ну машина действительно очень качественная. Сейчас, конечно, делают говнище. Видите, оригинальная покраска у нее, Integra, Grand Sport, все дела. Да, видите, регистрация закончилась в 2016-м. Надо продлить. Здесь, короче, я буду уже все чистить и устанавливать гараж. У меня уже это место свободное. А машина может вообще и тут стоять. Это вообще не проблема. Ну, этот не гараж, а карпорт. Построю вот этот карпорт здесь. Может быть, туда даже на своей машине буду заезжать. Ну и плюс будет такая область в стене. И буду строить тогда пристройку. Или мне построить вообще здесь здоровую комнату? Свистгард, ты знаешь, что я думаю? Может, мы должны построить небольшую комнату здесь? Большую комнату? Да, для меня, конечно. Нет, для магазина. Нет, один из них в магазинах. Ты взял ее! О, мой гад! Это двигается так хорошо. О, мой гад! Это двигается так хорошо. О, мой гад! Крапее карто. То есть, если это было карпе, то я бы дешевле это дешевле. О, мой гад! Ты видишь, ничего не может убить. Это был теннен за три года, и дешевле не было. Да, я так рад. Прасть Господь. О, Глори! И тебе! И тебе, Телси, свистер! Ты помогал мне, правильно? Да, я? И теперь мы можем здесь, и мы можем здесь так сделать. И теперь мы можем здесь. И теперь мы можем здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok